Здравствуйте, дорогие друзья, такая короткая тема, да, возникли у нас вопросы, почему же женщины надувают себе губы, да, почему это так популярно. И вот в интернете у нас сейчас очень много там шуток, каких-то приколов про то, что почему же девушки себе надувают губы и зачем это происходит. Дорогие друзья, здесь нужно, неважно, понимать вот какую вещь. Дело не только в губах, как и таковых. Безусловно, губы являются таким сексуальным сигналом в природе, как и попа, да, как и грудь, что женщины, да, мы можем увидеть у приматов очень выражены, да, все эти первичные половые признаки, да, Приматы реагируют на них во всяком случае. Но, что для нас важно, для нас важно то, что, соответственно, такого явления вроде как не было, и вот с появлением гиалуроновой кислоты оно появилось. И почему же так происходит, почему это достигается фриковых масштабов, вкалываем губы себе что-то, или там вспоминаем, девушки ставят себе импланты в попу, в грудь, там еще куда-то. Дело в том, что сама по себе данная операция, она является дорогостоящей. И губы, и попа, и грудь, и ресницы, и ногти, это достаточно дорого для того, чтобы, так скажем, увлекаться подобным хобби. И, чтобы женщины не говорили, женщины, многие истероидные, нарциссические женщины, кто приобретает в силу каких-то обстоятельств работы, попадает очень рано, да, на специфические работы, там, массажные салоны. Многие девочки очень рано уходят, там, с 18 лет начинают работать мастерами по эротическому массажу. Соответственно, они участвуют в такой гонке, да, между другими представительницами, между другими самками, да. И если для мужчины участие в гонке, да, может проявляться как покупка машины, покупка, там, квартиры, ну, пускай того же пресловутого айфона, то для девочки не характерно, да, это немножко. И в первую очередь для девушки характерна прокачка, там, скажем, да, себя в каких-то вещах. Ну, сначала это может быть платье, еще что-то, но не всегда мозг идет линейно в сторону платья или машины, или еще чего-то. Или хочется постоянно показывать, да, вспомните, раньше была тема с золотом, ну, когда там в древности люди на себя золото навешивали. Сейчас социально это не принято. Но что остается над нацистским и истеричком, как правило? Конечно, им остается ставить себе импланты, показывать, что она может это сделать, что у нее есть дорогие любовники, да, там, какие-то возможности ей это сделать. И плюс эти импланты ей, как у инстасамки, да, в песнях, ей платят, да, за счет этих имплантов. То есть, так или иначе, это привлекает мужчин, является таким триггером для того, чтобы эта женщина была востребована. Безусловно, в любом случае, такие женщины сейчас набирают лайки, подписки, они становятся востребованными. Поэтому это яркий социальный маркер, в первую очередь, это именно социальный маркер. Поэтому она сначала слегка кольнула, потом еще кольнула. Ей хочется немножечко получить дофамина, понимаете? Там, платьишко купил, уже не торкает, там, куда-то съездил отдохнуть, не торкает. Или нет времени там куда-то съездить отдохнуть, а платье уже что-то не то, и вот это не то. Что бы такое сделать? Как правило, люди подобного рода, они не отягощены каким-то множественным хобби, они не имеют каких-то близких окситоциновых взаимоотношений, да? У них нет такого партнера рядом с ними, который бы дарил им любовь, какое-то внимание. И они вот этим вот, да, это как в случае с шоппингом, они сидят на таких вот мелочах. Ей она сходила, потратила деньги, что-то для себя купила, ей маленькое удовольствие, она себя лучше почувствовала. Какие расстройства, если вам это интересно, там, более подробно, к чему это приводит, я сниму выпуск. Но тема про губы и про постоянно увеличивающиеся губы, про постоянно увеличивающиеся импланты, это вот про это. Вроде себя лучше почувствовала. Поставила что-то больше, что-то круче, что-то дороже, потом выложила фотографии, купила под новую грудь новое платье. Стало приятнее, стало на душе чуть лучше. А потом так же, надо еще больше поставить. И вот так это идет, и идет, и идет по накатанной. Ну, пока мы не видим какие-то побочки от этого. Поэтому, если вы видите, конечно же, девушку с чрезмерно накачанными губами, это есть расстройство, ей самой нужно проходить психотерапию. И очень неплохо все же, если рядом с ними находятся действительно любящие партнеры, и они имеют, так скажем, окситоциновые такие близкие отношения. Если вы хотите узнать, что такое окситоциновые отношения, и что такое окситоцин в целом, у меня был про это выпуск, вот где-то здесь наверху всплывел подсказка, посмотрите, пожалуйста, это очень интересно. С вами был Кравцов Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!